Вот я хорошо не перешел, да? Чуйка у меня. Себя ранен, но не убит. Кто-то на лебедке, кто-то аккуратно. Давай, Паш, с кочки на кочку. Вот это прибой. Субтитры сделал DimaTorzok Дамы и господа, всем привет! С вами Алекс. Вы на канале НЕТРОМАДИ. Этот день настал. Сегодня грузовая экспедиция. Мы едем на 131 зелье. Автомобиль имеет полностью стоковое исполнение. Машину к бою подготовили, так что сегодня будет круто. Друзья, если вам хочется круто провести время и у вас нет заряженного внедорожника, это не беда, потому что есть игра War Thunder. Это масштабный военный онлайн-экшен. В одном бою участвуют танки, вертолеты, самолеты. Россия, США, стран Европы и Азии. Присоединяйся к миллиону игроков, которые уже играют в War Thunder. Наземная техника бьется за контроль над стратегическими точками. Вертолеты уничтожают танки ракетными залпами. Самолеты атакуют с воздуха огнем крупнокалиберных пулеметов. А бомбардировщики превращают все, что осталось, в пепел. В War Thunder более полутора тысяч единиц военной техники со времен Второй мировой и до современности. Пройди путь от классических бипланов и Т-34 до современных сверхзвуковых самолетов с самонаводящимися ракетами. Т-80 с тепловизором и вооруженного до зубов вертолета Черная Акула. Улучшай технику дополнительными модулями. Прокачивай экипаж и настраивай внешний вид. Передовая графика, разрушаемость и реалистичный звук обеспечат максимальное погружение в атмосферу войны. Качай War Thunder бесплатно по ссылке в описании и получай бонусы. Я пожелаю тебе удачи в сражениях, ну а мы продолжаем. Музыка Музыка Также сегодня в составе колонны Григорий на супермодернизированном грузовике. ГАЗ-63 на огромных колесах. Батинка Урал также в заводском исполнении, но этой тачки этого за глаза достаточно. И укороченный УАЗ по кличке Барсик. Так, ЗИЛ мы заправляем немного, сегодня на 8000. Должно хватить еще примерно 1000 на 4 уже в нем есть. В верхнем, кстати, не 400 литров, 250 походу. Кто знает КАМАЗовский бак? Слушай, ну смотри, бочки 200 литровые. На принципе такого же размера, это 200 литров. А здесь просто он по квадратнее получается. То есть он не круглый, а по квадратнее. Я думаю, в квадрат как раз еще соточка. Так, и этот бак, тут сотня, где-то 100. Сколько он? 150, 170. Кто знает, сколько точно бак на 131 зелье, пишите. В зелье в любой непонятной ситуации нужно лить масло в гуры, точно поможет. А по жизни вообще меня есть речь. В любой непонятной ситуации меня есть речь. Был бы инжектор, надо было бы чистить дросси. УАЗ укороченные размеры, такого же как квадроцикл один в один. С богу себе посмотреть. Так, запах тухлых шин. Это значит, что скоро будет жесть. На лебедке впереди идет наш барсик. А мы идем аккуратно. Кто-то на лебедке, кто-то аккуратно. Давай, Паш, с кочки на кочку. Прилип. Квадроцикл. Девушка на квадроцикле. Попался. Вот я хорошо не перешел через чуйку у меня. Гриша не дотерпел, в сторону отойдет. Гриша вообще не остановить ничем. Главное не сломать бобриную плотину. Разница в уровне приличная. Квадрики уже начали зад-перед кататься. Глубина для квадро прямо на грани. Шноркер идет под воду. Идет процесс для бежения УАЗа. Как видите, легковушки, даже облегченные. УАЗ выбрался. Западни. За мной! Дальше, по-моему, своим ходом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор В.A. Урал урала-шишига! В бой! Там стоял АСКУ Гриша изголодал по бездорожью. Олег сказал, только здесь я реванш буду брать. Он на маленьких колесах был. На заднем колесах пройдет. 63-й. Ну да, он тоже уходит под воду. Очень глубокое место. Сейчас будет на рок. Как так-то? Выпрыгнул. Красавец! В том году ему это место не далось. На маленьких колесах вдох. Зил идет. Зила взбодрили. Настроили карп. Там глубина. Как ощущения? Не укачало? Не нормально. Слушай, ну как на речке уходил. Фары под водой были. Фары с грузом. Как вы думаете, есть какая-то машина про Хатом Урала? Я вот вживую точно не встречал. Огромные колеса, огромный дорожный просвет. Не очень мощный мотор у этой машины, бензиновый на 180 лошадей. Но легкая зато машина. Руготки спереди нет. Вот это прибой. Только от Урала может быть такой прибой. Затекло аж в сапоги. Итак, начинаются не самые проходимые места. Это довольно такой сердитый УАЗ. С трудом проходит. Два литрового квадроцикла сегодня в компании. Так, Гриша, дизельный мотор на этой машине. Когда-то это было шишигой. Две блокировки. ПРТ-морская резина. Что там, Андрей, в чем проблема-то? Вашему здоровью. Клемма отвалилась с плюсованием генератора. Вот я же чую, говорю, проводок, наверное, отвалился. У меня с этим проблема, что вот в комку наматываю в обратную сторону постоянно, что провода под гайку. Не могу ничего с собой поделать. Вот он плюс отечественных машин. Они почти всегда сломаны, но их легко чинить. Это как УАЗ, как боец. Он себя ранен, но не убит. Так же и здесь. Ура, встала стрелка, да? Класс, едем. Итак, ну что, посмотрим, как минует это чудовище на сложное по легковым меркам место. Другие участники. ГАЗ-63, колеса от ЗИЛа, мотор от Шевроле, блокировки. ЗИЛ полный сток. Итак, флагман, пожалуй, сегодняшнего выезда. Бензиновый Урал. Кайк, кстати, бензинового Урала в том, что он меньше дизеля весит. Чуть слабее прет, но и весит меньше. Просто монстр. Рядом с этой тачкой дрожит земля, когда он едет. Блоков также нет, но они ему и не нужны. Итак, всех подсняли. Собираем здесь беженцев сзади. Чартер сформирован. Благо взяли, вот места как-то много. Так, оператор залезает. Оп, все, загружено. Как бы эти дорогие УАЗ, я вообще не представляю. Он очень отважен. Самый лютый участник, наверное, это УАЗ, который едет с нами. Ему надо тут в разрез не попасть. Квадрик хотя бы в разрез попадает, а ему не попасть в разрез. Я на самом деле пока ледать не учил. Но тут плотненько. Лёха, ну так перепели. Ну подожди. Надо, понятно. Держи, пожалуйста. Дай. Есть резинка? Вечер. Я не знаю, что-то есть. Пусть так. Вот высоты, наверное, не хватит. УАЗ втыкается мостом либо в разрез, либо лебедится. Хорошо быть штурманом на зеле, да? Ходишь? Два или три места ездим, присядь может за весь маршрут. Снимает мостами УАЗ, но идет лебедки, толкает его человек сзади. Это очень ощутимый фактор помощи. Стой, стой! С нулем разбортируется рано или поздно. Разбортируется, если у него нету бэдлоков никаких. Безумная самоделка. Вообще без проблем. Квадро-квадро-литровые квадроциклы. Это топовые верпишные модели. Напишите, интересно ли наблюдать за квадроциклами. Может сделаем выезд с квадриками. У людей, соответственно, маршрут. Ну что, при помощи времени лебедки УАЗ выбирается наверх. Что-то у него не крутится колесо. Боди-арт по джиперски. Грузовик с водой в парах. Ух ты, ничего себе. Вот это да. Тут и не заскочишь так просто. На первый взгляд. Гриша, давай на газ уже нажимай. Давай, 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 еще раз пройдет. Стравись еще маленько. Так, тем временем пошел вперед еще на один бросок. Гриша, прям очень тяжело он идет. Парой палок тут дело не спасешь. Наш план потерпел фиаско. Прорвался вперед. Безумный вездеход при помощи лебедки, но прорвался. 63 машина, которая полвека. Легенда отечественного автомобилестроения. Последователь на полуторки. Ух ты. Выпуксовал. Вот это да. А что это так? Должен лететь же. Черкс. Черкс. Хотя у него колеса больше. Давай Зил подтолкнет тебя сзади. Надо сделать эти отбойники такие, чтобы как раз стык в стык и погнал. И сзади Урал всех толкает. Можно не заводиться даже. Вот это да. И так на лебедке пополз. Газон. Да, это вам не хухры-мухры. Не знаю, есть ли шансы узела, потому что колеса узела такие же, а мост передний просто огромный. По сравнению с Олеговским. Делайте ставки. Прямо же. Если прямо, значит пройдет. Если прямо, значит пройдет. Да, колеса у этих машин одинаковые размеры. У узела больше передний редуктор. То есть он сейчас будет все собирать мостом. Посмотрим, прошкребется ли. Вот как собирает все мостом. Разгоночку себе раскопал. Охрен. Танк. Вот танк проехал. По движению прямо, равных ему нет. Но только прямо. Вот у него просвет. Смотри, он идет, даже не чиркает. Вон он, видишь, даже не чиркает. Разница какая-то. У него передний мост, как у тебя задний. Видишь? Конструкция. Прибыл. По сравнению с Уралом зил маленький, кажется. Так смотри, что дойдет. Монстр зил, кажется, игрушечный. Так что есть все, куда, Андрюх, расти. А потом краса. Ну и смотри, я еще проползу. А я рычагами уже хреначал. А у него вон сколько просвет. У УАЗ присел. Да, УАЗу тяжеловато. В тот раз мы шли, не такая колейность здесь была явная. Браво! Браво колеса! Браво колеса, — Браво! Браво головы Leone Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Прилип опять... Казон... Что-то с колеями прям вообще... Траблы, траблы... Продолжение следует... Делов... Вторая... На какой лупишь? На второй или на третьей? Сейчас вторая везде... Вторая мне кажется оптимал... Мощи хватает везде... Резина на третьей чистится... Все равно не будет... Так что... Газон... Тронется ли? Давай! Сзади Зил подпер... Никак там по-другому было не заехать... Все, погнал... За четырех колесником... Сегодня нелегко... Внутри... 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 Вот... Постоял... Прилип... Не... Не прилип... Отлип... Да... Даже Зил тут с трудом... С трудом царапается... Вот Грыша, значит, постоял на месте чуть-чуть... Все... И прилип... Так... Даже тут, кстати говоря, нас выручает КАМАП... Это корозащитный строп... Корозащитки используют для того, чтобы не повреждать деревья... Кору деревьев... И в следующий раз, чтобы когда мы приедем, было за что лебедиться... Ссылки на компанию 4 на 4 спорт, конечно же, есть под роликом... Даже Зила выдерживает... Такая корозащитка... Ну все, ему надо чуть-чуть там... Трос... Трос... Так, ну что... Давай... Давай... Пошла... Все... Улетел... Тор... Улетел... Против Урала, я даже не знаю, что может выступить. Крас, скажите вы, но крас жутко неповоротливый. Камера не забрызгивает. Что-то боюсь опасно. Сил за ним не остается. Спереди, самые маленькие. По кайфу. Репаша в Урале сидит, даже не трясется. Урал вообще комфортный. Комфортнее дела будет. Сидит, даже не держится толком. Нас сейчас там мотать будет. У меня это значок. Первый раз поразил фирме Boomer. Когда они на BMW застряли. Я думаю, как эта тачка сама понимает, что она застрялась. Я подумал, ни хрена себе. Пусть до Урала может. Все, все идут. Порывчик ветра такой нормальный был. Вот это свежая, вот этого не было. Не переживай. Не переживай, я куда ходю. Хороший пенек. Пенек, да? Пенек, да? Заболоченная опушка. Здесь все крушить сделаем. На квадрах надо аккуратнее. Брёвна на самом деле в масштабах легковушки, прям чрезвычайно большие. Вот УАЗ уже на веревке. Олег, все выпало, есть. Проходим, не отстает. Глию с этой, сравниваем после Урала. Впереди участочек заболоченный, даже с трудом идти тут получается. Протащит ли газон УАЗа? Шансов на проезд своим ходом, мягко говоря, немного. Рассказывай, как ты пришел к такому. Говорят здесь в прошлом году Урал или сполз? На заднем, на полном нормале. На заднем приводе здесь проехали. Так, ЗИЛ не прошел здесь. Очень тут жесткое место. Чувствую, все тут сейчас, кроме Урала, волоком. Волоком все, кроме Урала, тут сейчас пойдут. На счет прям ты врешь. Прямо я проходил. Что делают? Куда делают? Я повернуть не смог. А потом проснулся, да? У меня не повернуло просто. Я в колею не попал. Я прямо так и пошел. Я руль вывернул, не идет. Идет. Так, Урал. Урал высоты здесь хватит. На повороте может побыцовать. Но это не точно. Вот так чуть-чуть. Под натужился маленько. Но не сильно. Так, Хвадрик там пытается вылезти в разрез. Вдоль парням экстрима не хватило. Ладно попробовать поперек. Ты не в этом месте ехал. Ты ехал, но не в этом месте. Здесь тоже. Вон следы. Не ожидал от тебя такого. Не ожидал. Не ожидал. Мое предложение пройти технамики. Вообще не снижаюсь. А ты не обейся. Мое пузо, бля. Это показатель хорошего хозяйства, бля. Зачем матом ругаться? Да х** пи** слов. А он вырежет сказал. Ты умеет затирать, кажется. Просто гудок. Всю съемку один большой гудок. Ну что стоим? Кого ждем? Кого-то хватит застрял. Да. Могу пришли. Могу вверх застрял. Все тут проходит. Легко. Вот что значит заехать за рулем. У них лебедка есть. Сейчас уазик в колью попадет и все. Сейчас вот этот момент через полметра. Уаз попал в глубокую колью. Тут газон и сам-то снимает мостом. Не хватает ему высоты откровенная. Плюс еще сзади. Полз, полз. Чуток не дополз. Вот эта вот, она затемняет картинка. Так, все. Газон пробился. Вот при поворотах четырехколесная техника заметно выигрывает. Есть хоть какой-то поворот в сторону, как здесь. Никакого дополнительного сопротивления машина не испытывает. Если хватает колеи, то идет и идет. Уазик по краешку. Гриша летит. У него дизельный. Жрет немного. Турбина дует. Можно сжать. Гриша летит. Затражал Сорвало что ли? По болоту выйти из машины не могу, так как не тронется потом 7-тонный ЗИЛ не тормозил, потому что в его арсенале только 150 сил. Это опасно, в квадроке, вообще легко. Урал. У нас все как полагается. Самые тяжелые и высокие тачки в начале. Потом те кто полегче и поменьше. Сейчас кран балкой зацепит ветку. Не проблема. УАЗа не залетела. УАЗа не чувствует. УАЗа может даже не рулиться, но не тащит куда надо. Не спеша крадется газон. Он легкий. Для него такие места не страшны. Ему даже не обязательно набирать какой-то ход. Чудовичный. Сейчас может скушать форточкой открытой ветку. Испытание на ловкость пассажиров в кузове. Наиграюще проходит Гриша. Все выходят на поле. Все молодцы. Вот так выглядит боль. Боль джипера для любого человека. Даже откусить не успел. А сзади нормальный. Спереди колеса травятся больше. Так ты выровняешь как раз эти плюшки. Перед закроешь и зад спустишь. Чтобы выровнялась. Как думаешь? Я тебе говорю, жопу травить можно в нуле. Спусти жопу немножко. Морду закрой. У тебя морда уже. Давление устаканилось. А жопу дотрави. Просто у тебя морда и на резине просеяла. Здорово. А морду может наоборот качни чуток? У меня сейчас там единицы есть. Единицы нормально. Больше не надо. Она не будет облегать. А сзади тоже единицы. Я понимаю. Завтра легче. И колес больше. Так сейчас пока идет привал. Мы провернем одну хитрую операцию. Пока никто не видит. Люди отвлечены бутербродами. Закроем перед и до спустим зад. То есть перед у нас останется на единичке. Чтобы соблюдался дорожный просвет. Так как очень большой вот этот редуктор. Сильнее травить уже нет смысла. Так как автомобиль может лечь уже на землю. А зад у нас высокий. Мы его дотравим сейчас. Стой, стой, стой. Дорогу ищут. Здесь не отточат, я останавливаю. Стой, стой, стой. Вот, все, вылез, вылез. Стой, стой. Чуток отбились от маршрута. Оп, все, Урал прилип. Посмотрим, пройдет ли ЗИЛ. Пройдет. 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 Сыграл фактор. Остановился он. Трос, трос. Аккуратно. Просто мясо. У вас даже тронуться не может. Даже несмотря на небольшой вес, не может тронуться. Аккуратно. Да, болото. Урале прям вообще в нуле. Сравню. Сейчас захочется, Андрюха. Адешин тут. Руль, слышишь? В три раза больше, чем там. В большой машине. В большой машине большой руль. Представляешь, он руль такой ровный? Он крутится. У меня даже обхвата руки не крутая. Капот такой. Делефа более ровная, а здесь такой прям. Он тут выше сидишь? Да. Будет к чему стремиться. Кайф. Кайф, блин. Урал. Ну тут он и стоит. В десять раз дороже взяла. Урал, короче, парни, Урал. Это вам, короче, ну... Не ЗИЛ, да? ЗИЛ тоже хорошо в целом. Нет, так-то я согласен, но... Вообще все больше, короче. Рама толще, колеса больше получается. Машина выше. Резина не плющится. Резина не плющится. Резина не плющится. Ну, блин, тут вес-то для этих колеса. Веса нет в этой машине. Если бы здесь была бы будка на место кузова. Ну, вот эти кунги ездят. У нас тоже, по сути дела, пустой пузов. У нас тоже не плющится. Когда он плющился, а здесь, что там? 300 килограмм. Ну, колеса у него так вот смотришь на порядок больше, чем на зелье. На зелье такие. Смотришь, шишка по сравнению с зелом кажется вообще как игрушечное. И зел по сравнению с Уралом кажется как игрушечное. Ну да, а что не был? Дорожный просвет, видел? В колее тут не особо видно. Но как сзади у нас. Не то, что разворачиваться, такую дорогу уходить. Это не дорога. Итак, теперь надо попробовать развернуться. Но на зеле это гиблое дело. Но пробовать надо, вариантов нету. О! Ничего себе! Врет! Даже на разворот. Даже дверь открылась от радости. Тележку сдули в ноль. Все попер. Вообще танк не остановить теперь. Пешком идешь не особо легко. Ну что, Урал идет на разворот. Посмотрим получится ли развернуться у этой машины. Настенько. А в минуту не продается. На автосердополе. Вверх на автосердополе. Телёв-экзак. Урал идет на автосердополе. Телёв-экзак. Урал. На автосердополе. Ну, что урал. На автосердополе. Да. Могу сказать, копим деньги на новый мотор, в этом масло не меняем. По зажиганию надо что-то разобраться. Урал красавец! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok